ну что друзья 18 июня сегодня и пришла нам посылка с амазона которую заказал наш подписчик откуда же он откуда сейчас он еще приглашал нас недалеко от пятигорска в общем напишите какие города вы знаете недалеко от пятигорска я вам отвечу в комментарии вспомню на букву с кажется какие города вы знаете на букву с недалеко от пятигорска давайте сейчас посмотрим что нам пришло и эти посылки мне нужно будет переотправить в россию либо я скоро поеду в россию и сам передам все это давайте убедимся что все на месте все в целости и сохранности посмотрим что там очень интересно капец они так пакуют в индии что непонятно как открывать она очень легкая но запаковано так будто в ней что-то там стекло какое-то или как это все открывать я не знаю просто запаковали как будто на апокалипсис какой-то там лета лежит какая-то не знаю зачем они так делают это вообще здесь какая-то посмотрите просто шоу этой коробочке маленькой будет и будет просто одна макулатура как так можно было придумать да ё-моё вот в индии это бзик наверно какой-то они вот все так пакуют даже чай жесть ребят паковка такая дурацкая пейти сколько там всего просто упаковка весит больше чем сама себе он они какие-то чеш коробочки так смотрите сколько палочек все это все это там лежала это не заказывала вообще я это не заказывал они положили просто вот столько всяких разных палочек вот это плюшки подписчику самое интересное что с нашим подписчикам я встретился в гоа как-то он ко мне подошел говорит а я типа твой подписчики смотрю твой канал это какого классно сейчас глянем что там блин она слишком легкая с вашего позволения открою все таки интересно надо знака да самая красота это просто красота смотрите какая нарядная фантастика вот такая вот посылочка подарочек из пластика с какого-то что ли так повесь на стену красота я узнаю у сиди как она видела такое когда-нибудь а где сиди сиди ушла адресин сэвисим самуэр он ли амазон а и а и и и и и и и и это не так. это будет не так. нет, это не так. не, не ну, я скажу это. если это не так, то, что это не так. это не так. это не так. это очень просто. и это немного легче. это не скидка. и это штук и это штук если вам нужна что то из Индии напишите в комментарии и я отправлю или возможно я скоро вообще в Индию поеду ой из Индии в Россию Ого, коллекция Смотри, это реально И они пресердят в фрэм Смотри, это большой Крофорд Маркет? Это реально 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 Офигеть И это все реально Офигеть Вот вам на тему посылок Тема посылок актуальна Из Таиланда люди получили Офигеть А вы заказывали посылку? Или получали вы когда-нибудь? Отправляли посылки Все что угодно здесь может происходить И вы просто не представляете Вот сейчас еще вещи им привезли Всякие разные Очень интересно Ну-ка, давайте посмотрим Что происходит Бро, можно объяснить Что происходит здесь? Ничего Это из Таиланда Один из моих друзей Так что он отправил мне Таиланда 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 Офигеть Вот это подарок был А это все остальное Одежда На продажу Вот я вам прошу и говорю У них там футболки висят Видели? Вы нет? Как народ вообще зарабатывает в Мумбаи В общем я сейчас Небольшую предысторию расскажу Этого магазина Вот эти вот ребята Они Они начинали вообще с самых низов Вот этот парень Горов Он делал татуировки в подвале В каком-то Который три года топило в Вераре Это был его там третий магазин Это уже Наверное четвертый магазин По счету Или седьмой В общем он мне рассказывал как-то историю То что Он всегда искал помещения Вот похожие на На студию Где можно жить И можно работать Потому что например аренда Вот этого магазина Она составляет 75 тысяч Вот только представьте 75 тысяч Они платят аренду За то чтобы Удерживать этот магазин То есть Они Своей работой должны Отбивать эти деньги И это очень интересная Инвестиция такая Потому что Нет предела Нет предела Совершенству И вот они делают татуировки И помимо этого У них есть еще и кухня И Футболки они сейчас будут продавать Вот А кухня так и не начал Точнее я начал Но Приостановили мы как-то Пыл наш Ух 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 Попробуйте Попробуйте Обозначить эту свою ценность тем людям и кто Вас заинтересован. В общем все дело в таланте. Если у вас есть талант если у вас стержень вы своего добьете без этих агентов. Но так да мы все зависим от агентов потому что у нас нет ни какой то актерской рабочей визы ни чего то другого, но это вот так в целом как устроен этот мир. кто бы что не говорил что эта работа нелегальная много что нелегального в этом мире кто-то с этим борется а кто-то на это глаза закрывает вот а я хотел сказать что было бы интересно сейчас просто сделать расчет на какой-то бизнес модель бизнес-план потому что реально мне 31 год и до сих пор ни разу не открыл официальный бизнес и вот мне даже интересно а смог бы я просто ладно там да по приколу остаться на этом уровне вот этого маленького человека который один там все делает и посуду моет и кушать готовит но нет а если выстроить сеть причем долговременную сеть главное только инвестиции финансирование и знание и время и желание намерение проверенные люди в общем я собираю команду пока еще не знаю конечно что это будет но ребята с кем я живу на протяжении уже четырех месяцев я вот это вот все наблюдаю просто откровенно хочу вам сказать что я горжусь ими они оплачивают аренду 75 тысяч на том что они делают татуировки и может быть готовят кофе который продают там по 40 рублей но основной доход этот татуировки вы просто вдумайтесь в это слово сколько знаете сколько человек может зарабатывать на татуировках вот я если честно не знал меня нет ни одной татуировки даже не знаю сколько она стоит но вы напишите в комментарии кого есть татуировка за сколько вы сделали как вы выбирали мастера как его вообще к этому пришли я как бы понимаю что смотря на ребят мы очень разные но что-то нас все равно в целом объединяет одно они очень творчески увидели название магазина просто прочитайте это название вот это кстати небольшая пауза хочу сделать но заявление это конечно будет громко сказано но возможно я выложу это видео завтра чтобы не откладывать его на потом она будет вне времени выкладки данных видео которые сейчас я выкладываю потому что у меня все простроено по времени цепочка действий но вообще к чему я это да говорю что они идейные в каждом из нас рождается какая-то идея но иногда не хватает я так думаю команды команды единомышленников это же должны быть какие-то в общем об этом можно долго разговаривать главное чтобы у вас душа лежала и болела за это дело но главное думать наперед и устраивать сеть я думаю так это будет работать и так вот как в этом хомяке отправляю всем реферальные ссылки и все и погнали просто я сейчас подумал действительно я вот тут живу у них и а что мне мешает просто платить им какую-то день денежку поддерживая их магазин и может быть действительно уже пора мне начать кухню надо просто с ними как-то договориться о чем-то потому что тоже забегать вперед но у меня на самом деле была куча возможности уже все начать а я еще иначе но уже все есть и ребята и помещение и лицензии и доставки всякие разные вот только что-то останавливает конечно можно долго обсуждать но надо я думаю что понемножку делать просто каждый день и быть просто какой-то стороне создателя то есть не не погружаться в этот процесс а уделять ему какое-то небольшое количество времени но проводить параллели между всеми этими вещами которые у нас на этой нашей карте воображаемых голове то есть что дальше к чему мы вообще идем что мы хотим понятное дело что люди открывают бизнес для того чтобы он им приносил деньги а потом они на эти деньги живут у меня никогда не было такого физического бизнеса то есть мы либо привыкли вкладывать деньги во что-то либо мы привыкли работать как бы есть очень интересная книга и вот когда раньше в корею летал часто на самолетах и у меня была фишка постоянно аудиокниги слушал вот эти вот аудиокниги они были вот на тему богатый папа бедный папа множественные источники доходов вот это вот две основные книги которые я бы вам порекомендовал но старая точно источником источники дохода вот напишите в комментарии у кого сколько источников дохода кто вообще что делать потому что сейчас такое время кажется каждый на чем-то научился зарабатывать просто и удаленно и как бы из своего личного жизненного опыта я не беру в расчет то что вы идете на работу приведите какие-нибудь другие примеры которые могут сгодить не знаю камера записывать как мы идем интересно слушать это голпро 10 снимает и отключил индикатор красный поэтому я не понимаю снимает ли камера или нет но так в целом хорошая все да получилось вот обязательно прочитаю ваши комментарии отвечу каждому и не забывайте поддерживать канал подпиской лайком и самое главное смотрите шорсы это самое главное потому что вы длинные ролики смотрите а шорсы смотрят те кто листает ленту я знаю что у вас оповещение не выходит на шорсы на мои но если вы один раз два раза посмотрите этот шорт он у вас в ленте будет точнее другие роль другие шорсы у вас появятся в ленте я сейчас камеру смотрю мне кажется мы с вами общаемся будущем но на тот момент уже будет все чуть-чуть по-другому потому что это тоже не только моя основная работа то есть я не постоянно в картере бываю вообще это было бы здорово продумать систему наемных сотрудников и расширяться по мере возможности потому что действительно я не уверен но возможно в индии тоже есть профессионалы своего дела но хотелось бы сработаться с русскоязычными тоже чтобы у нас было хорошая комьюнити но посмотрим не будем загадывать ничего все будет в процессе я вообще не тороплюсь просто поймите что в индии все стоит гораздо дешевле чем в россии и это очень годится для начала тут народу очень много лучше самое интересное в общем ладно я пока остановился на еде и мои знания я бы готов был вложить в какой-то проект в общем посмотрим вот я был рад вас всех видеть и благодарю вас за этот просмотр за эту приятную беседу в комментариях мы продолжим дискуссировать если есть желание пишите что-то свое какое-то может быть какую-то историю которая у вас была может быть у вас есть что-то в общей с индией я уже седьмой год не живу в россии вы только представьте но я обязательно приеду я на самом деле хочу сейчас жену взять и сына и поехать в россию насколько нас сколько это будет возможно но почему бы не съездить на неделю я уже смотрел билеты через узбекистан из мумбаи по 25 тысяч на человека туда обратно это 150 тысяч рупий примерно обратно я не смотрел сколько стоят билеты но из мумбаи добраться до внукова там в районе 26 тысяч 26 500 поэтому посмотрим сейчас я веду беседу с женой но как беседу я кстати никогда не записывал я никогда не записывал я никогда не записывал это может быть но это всегда что-то новое что-то новое нормально ребята делают это им друзья из серебра какие-то корючки мутят да по-моему вот это вот вся серебряная нам надо вот так вот сделать чип футболки продают смотрите что тут только нет почему гитар пайсад это 900 рублей которые более низкие чем аксел это 800 рублей все медиа и большие 800 рублей и аксел это значит 40 40 и глуинтар 4 это футболки в общем вот это необычное что-то для индии поэтому оно вызывает интерес оно не такое как уж все кто вернулся это кстати наша единственный работник кухни наверно официальный такой официальный сотрудник бред где я нахожусь вообще ребят что происходит вокруг меня это просто жизнь жизнь в индийском обществе смотри new food today омой го дал самбат дал самбат супер органика ой я не могу это не верить ой ой и ой ой Я чувствую, как битро и карат, я чувствую, как рис, это очень красиво, но очень здорово, очень здорово, полночный продукт. Органик рис. Органик? Органик рис. 100% органик рис, нет chemicals, нет пестицизм. Я forgot показал, что Манго, что-то. Я сейчас вам Манго покажу. Помните, неделю назад он приезжал, вот все, что осталось. Офигеть. А была почти вся полка эта. Бро, половину Манго осталось, или больше, чем половину? Лес чем половину. Лес чем половину. Но в то время, ты выглядишь больше. Да, это было около 15 кг. Один Манго, сколько грамм? Это около 200-300 грамм. Маленький размер будет около 200 грамм, большой размер будет около 300 грамм. И в два кастря, сколько Манго было? 120? Да, должно быть около 120 грамм. Вот так вот, 100 манго там было, помните? В том видео. Сейчас осталось около полтинника. Ну что, пробуем? Попробуем! Такой вот у нас блок. Домашечко. Пожалуйста. Такой звук должен быть. Ммм.